Продолжим нашу пресс-конференцию. Владимир Газаев, тренер гостей. Вкратце ваша оценка игры. Поздравляю команду Руби. С победой. Что касается непосредственно игры. Немножко начали, на мой взгляд, робко. Хотели намного сыграть агрессивней, активней впереди. В связи с этим допустили ряд грубых ошибок, которые повлияли на результат. Конечно же, нужно сказать, что нам противостояла достаточно опытная, сбалансированная во всех линиях команда, которая претендует на самые высокие места в чемпионате. Сегодня опыт, на мой взгляд, игроков Рубина и мастерство индивидуальное, прежде всего, сказалось на результате. Ну, ничего страшного, будем работать дальше. Обязательно проанализируем, разберем все ошибки. И будем стараться дальше, как можно удачливо выступать. Так, пожалуйста, вопрос. Что не получилось с Войтой? Ну, в целом, на результат, я сказал, уже повлияли очень грубые ошибки. Второй гол, особенно, сказать, уже все абсолютно эмоции перехлестнули, побежали с всей командой забивать гол. Вот, естественно, вот что недопустимо. Может, не сыграли и новички? Безусловно, но я не хочу искать никаких оправданий. Знают, что нужно еще больше работать, вот, и все будет нормально. Так, пожалуйста. В игре Рубин, и Спартак, они просто так претендуют, так сказать, на звание, на мой взгляд, первое, обе команды претендуют на, так сказать, самое высокое место, на чемпионство, я бы сказал. Вот, поэтому, можно сказать, и по подбору игроков, и по уровню игры, обе команды достаточно достойны этого. Но чемпионат покажет, кто будет сильнее. Пожалуйста, Горбор. Вы сказали, что довольно урок на начале, но Курбан Гордеев отметил, что Аланик дассинговал постоянно. Я тоже обратил внимание, что было очень много борьбы с теком. То есть, было ли в перерыве просьба играть, позже, может быть, прессинговать, получше, получше? Ну, не так прессинговали, как мне хотелось бы. Начнем с этого в первую очередь, потому что при прессинге, при активной игре на чужой половине поля, допускали, все-таки при перемещении некоторые игроки допускали ошибки. Вот, и в первой половине тайма Рубин достаточно очень легко выходил из-под нашего прессинга. А так, надо было больше, немножко жалеться к воротам. Вот, в общем, вот это я и имел в виду в этом плане, что немножко робко начали. Ну, в какой-то степени мы старались прессинговать, это нормальное явление. Вот, поэтому, вот, конечно же, старались играть активно, так сказать, завладеть преимуществом. В целом, в первом тайме, во второй половине первого тайма, где-то владели все-таки преимуществом, если так брать. Вот, ну, опять же, таки, я говорю, сказалось индивидуальное мастерство игроков Рубина, опыт колоссальный, выступление на самом высоком уровне, в тех же еврокубковых, так сказать, играх. Поэтому, вот сказать, нам, естественно, не хватило, что наоборот, опыта не хватило, небольшая, как я сказал, робость была. Поэтому, допустили очень грубые ошибки и проиграли игру. Спасибо.